Субтитры делал DimaTorzok 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 Дитваayı Субтитры делал DimaTorzok 150 фамилий сюда, в балу не вписывается. Так зачем? Одна доручение, да и все. Одна доручение, то что может быть? Значит, вы не можете допустить. За результатом пройдения следственного действия составляется протокол, куда вносятся все замечания и дополнения. Если у вас будет куча замечаний, вы не посещаете, распишите спокойно. Это ваше право, поэтому, а не допустить, это, как теоретически, к криминальному кодексу. Вы нарушаете, вы не можете, вы не имеете таких полномочий. А у вас есть такие полномочия, проводить общий, уголовный иллюстрационный комиссий? Да, если бы у меня не была полномочия, я бы сюда не приехал. Покажите ухвалу, будь ласка. Я вам еще раз говорю, копия ухвалы. Покажите, пожалуйста, ухвалу. Вопросов нет, так давайте мы садим, мы походим, открываем дверь. Нет, вы ухвалу, покажите, а потом открыты. Вы считаете, что вы видите законодательства, пусть у нас скажут, что вы ее адвокат. Вам же не просят показать ее всем. Покажите адвокату ухвалу, будь ласка. Будьте так ласкавы, покажите ухвалу. Покажите, что это ее адвокат, открывай дверь, мы зайдем. Я в халу ухвалу, ордер, я просто... Подождите, ордер есть. У вас есть ордер, договор есть? Договора нет. Может, вам сюда еще Джона Кеннеди и Папа Римского позвать, чтобы вам сказали? Хорошо, просто нет, поэтому давайте зайдем, пусть он подтвердит, что вы ее адвокат. Короче, это самозванцы, товарищи. Это вообще не милиционеры, это какие-то бандиты. Посмотрите, вы держите в руках какую-то бумажку и говорите, я следую, это не бумажка, это ухвала. Так покажите, что это ухвала, а не... Вы выходите сейчас. Опять же, вы можете зайти дверь, действительно, просто покажите правовое основание. Вы пришли не до своей мамы и не до своей, там, дружины. У вас повинны быть правовые основания для обшуку. Так вы не можете его сегодня? Причите, пожалуйста, где понятие есть? Шановные, у них нема правовых оснований для обшуку, они не показывают ухвалу. Значит, вы сюда не зайдете. Вы хотите показать ухвалу адвокату? Скажите мне, пожалуйста. А у вас есть какое-нибудь маломайское юридическое образование? У меня два юридических образования, в отличие от вас. Вы не знаете, что я... Вы обязаны адвокату показать правовые основания для обшуку. Где написано? Сейчас мы вам объяснимо, где это написано. Понимаете? Смотрите, часть третья. Хорошо, говори, говори. Покажите. Покажите. Это вы послушаете, пожалуйста. Лет, понятно, что вы принялись? Я как владею житой. Понимаете? Ты особо, как владею житой. Можно это говорить? Особо я как владею житой. Отдай службу, пожалуйста. А зависимости от того, чтобы она будет на мере, я не упал. Понимаете? Владец меш, народный директор. Да, возможно, что владею житой есть на месте? Есть. Поэтому я вот обязана говорить. Я как бы сказал, что теперь цел? Вот целу, срай. Есть? Просто нет, она есть на месте. Если я ее нет, я обязанно учить это другому человеку. Если кого нет, то стоит на месте. Я знаю КПК лучше вас, поверьте. Вы не знаете кодекс. Вы должны адвокатов ухвалу показать. Вы беспредельщик, а не милиционер. У вас правой подставки для обшуку нет. Покажите документы. Поэтому я должен учить ухвалу, она на месте. Покажите документы и подставки для обшуку. У них нет подставки для обшуку. Это самозванцы. Почему вы можете взять адвокату? Вы же не показываете документы, которому показывают на вашей фамилии. Это самозванцы, короче. Яковлев Сергей Олександрович, старший слідчий. Да, привет. Старший слідчий в особо важных справах. Какого управления? Главного слідчого. Главного слідчого. Место Києва? Украина. Украина. В министерство приїхало? Молодцы. Вже пересажали всіх корупционерів і сепаратистів. Я так правильно розумію, пане Яковлево? Ха-ха-ха-ха. Доброе утро. Сепаратистового обвинения. Це же є сепаратисти, подивіться. Правих підстав нема для обшуку, прийшли до голови ілюстраційної комісії. Пане слідчі, а скільки ваш години коштує? Розкажіть нам, будь ласка. Почасовка, але? Почасовка, один час, один годинок. На першу поверну? Почасовка. Ну, я совершенно говорю, Гуманенко. Следователь. Ну, таковы ж не Гуманенко, а следователь. Я не Гуманенко. Так дайте от него доручень на правовину обшику. Какие вопросы? Есть. Я вам еще раз поясню. Что есть? Нет. Послушайте, пожалуйста. Как может следователь? У меня доследователь. Если мы расследуем следователями группы. У нас и группа. Откуда я знаю? Вы в этой группе или в другую? Поэтому мы. Коллега, смотрите. Там большой. Давайте так, спокойно. Все достаточно просто. В буквально указан конкретный следователь. Я от вас прошу всего навсего. Послушайте, пожалуйста. А документ доручни на правовину действительности идти. Можно вам? Посмотрите. Вы можете эту ухвалу нашли под подъездом? Послушайте, пожалуйста. За результатом проведения следствия создается протокол. Правильно? Куда будут вписаны все участники? Правильно? Понятые. Адвокат. А кто проводит следующее действие? Почекайте. У вас есть подставы для проведения следствий? Да нет. Послушайте, пожалуйста. Если у меня нет подстав на правовину следствия. Значит, разговор заканчивается. Правильно? Вы как адвокат, скажите. У вас нема правовых подстав для общего. Допоки вы не показали подставы. Правильно? Правильно. Давайте мы проведем и проверим. Законно было. Порядки 207, 208. Сейчас буду вас задерживать за незаконные следствия. Да, реально. Вы порушили закон. Подождите. Вопроса нет. Нет. Мы сейчас едем в прокуратуру вместе с вами. Вы сейчас... Дверь открывается. Кто вы такие? Вы покажите представы. Я сейчас буду припинять. Чи вы не понимаете мову? Хочете я вам по-английски могу сказать? Что такое? Все.. Вы πоже. Твои Sarah пишите полноченно то увидите мне легальные basis для этой узнающING? У вас нет внезапiosения для захоронения в этом офисе? Кто ты? Пожалуйста, ув豆е. Я вас не толкаю, надо заделать.